Всем привет дорогие друзья! Представляю вашему вниманию обзор на гарнитуру Razer Cracking Essential. Собственно на коробке вы сможете посмотреть основные характеристики, да и в основном почитать о них в интернете. Я же сегодня сделаю обзор с точки зрения удобства, пользования и изобилити. Итак, ну в целом коробка достаточно приятная и сверху есть такой тканевый, именно тканевый язычок для подвешивания. Ну то есть очень и очень здорово. На другой стороне коробки показаны основные характеристики, основные особенности данных колоночек. Как обычно у Razer это очень здорово, липучки, то есть коробка с липучками и собственно welcome to the cult of Razer. Собственно добро пожаловать в культ Razer и это очень и очень круто, по ощущениям будто открываешь какой-нибудь iPhone. Ну то есть Razer это так скажем iPhone среди наушников. В комплекте у нас сами наушники, комплект документов, доступ к улучшению программному Pro Surround, то есть 7.1 и конечно же поздравления. И наклеечка, здорово, люблю наклеечки, плюс один. Также в комплекте идут переходнички, чтобы подключать наушники и подключать непосредственно микрофон. Вот так они выглядят и в целом я могу сказать, что выглядит достаточно приятно. Сверху у нас надпись Razer, все это сделано из кожзама и нет никаких мигающих огоньков, то есть все достаточно стандартно. Микрофон выдвигается, но не складывается. Сами брошюры, они шевелятся под ваше строение головы, что в целом достаточно приятно. А дуги пластиковые, это конечно же минус, могли бы и металлические добавить, но ладно, пластиковые, так пластиковые. Для того, чтобы пользоваться наушниками в полном размере, необходимо установить дополнительное оборудование. С этой точки зрения, тут у них есть небольшие промахи. Я, наверное, полчаса битых пытался установить, настроить и активировать код к 7.1 Dolby Surround. И в итоге, мне это удалось. И сейчас мы сделаем с вами проверку микрофона. Итак, давайте попробуем записать какой-нибудь звук с Razer Kraken Essential. И, собственно, ну, не знаю, как будет звучать сейчас этот звук для вас, но по мне он немножечко сухой. Ну, в принципе, что это стоило ожидать, потому что микрофоны, зачастую, которые поставляются с наушниками в комплекте, то есть микрофон плюс наушники, они не самого высокого качества, то есть они достаточно низкого качества. Качество звучания вы можете оценить. С точки зрения звучания в музыке могу вам сказать, что басов тут много. Такое ощущение, что я езжу в какой-нибудь пятерке, которая долбит нормально. После получаса использования у меня, в принципе, начала уже побаливать голова от этих басов. Но, в целом, я сравниваю просто с своими текущими наушниками, которые на порядок выше стоят и созданы именно для профессионального прослушивания. Данные же наушники, как и данный микрофон, созданы для игр, дорогие друзья. А для игр, за данную цену, мне кажется, на данный момент очень-очень сложно найти какую-либо качественную продукцию. Чтобы, во-первых, была и гарнитура, во-вторых, и наушники сами звучали неплохо. Итак, давайте же подытожим. Наушники неплохие, качество сборки отличное, материалы тоже неплохие. Не люфтит, ничего не скрипит, это здорово. С точки зрения программного обеспечения это минус, с точки зрения прослушивания много басов. Но кристальность звучания, конечно же, немножко хромает. Во всем остальном, конкуренты нам предлагают за такую цену много различных моделей, поэтому перед выбором ознакомьтесь с отзывами и на другие наушники. Тоже, дорогие друзья, на этом у меня все. Ставьте ваши лайки, пишите внизу в комментариях, какие наушники у вас. И в целом, также пишите ваше мнение об этих наушниках, если кто-то уже использует их. А на этом у меня все. Желаю всем удачной недели и удачи во всем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok